Земский собор 1613 года Не выборы, а природное право. Под начальством князя Пожарского земское ополчение, при котором было создано и временное управление земли, осадило Москву и 22 октября 1612 года русская столица была освобождена от неприятеля. Теперь от всей русской земли стали созываться выборные для устроения государства. Земский собор собрался к январю 1613 года. На нем была представлена вся ненаходившаяся под властью иноземцев Русь. Общее число его участников неизвестно, так как хотя под актами его имеются 227 подписей, но большинство было неграмотных. Историки предполагают, что всего в нем участвовало около 800 человек. Первый и главный вопрос был об избрании царя. Другой верховной власти на Руси никто не предполагал и не допускал. Но кому быть царем? Первое постановление, которое сделал собор, это не избирать ни одного из иностранных и иноверных королевичей и не хотеть Маринкина сына, а избирать своего, русского, из великих московских родов. Этим было сразу покончено со всеми кандидатурами, выдвинутыми во время русской разрухи. Польского королевича Владислава, шведского Филиппа, избранного было новгородцами под давлением занимавших Новгород шведов на новгородское государство, а также со всеми отпрысками самозванщины. Но оставалось самое трудное – решить, кто же именно должен возглавить Русь. На этом не могли долго согласиться члены собора. Было много великих московских родов, из коих многие, хотя и были теперь обыкновенными боярами, однако происхождение свое вели от прежних удельных князей, от литовских князей и даже от ордынских крещенных царевичей. Другие обладали большими водчинами и поместьями, третьи славились государственными заслугами, иные – большой мудростью и гражданской доблестью. У многих являлась мысль – возложить царский венец на того, кто, возглавив земское ополчение и русских людей, освободил Русь от неприятеля. «Говорили, – пишет летописец, – о царевичах, которые служат в московском государстве, и о великих родях, кому из них Бог даст быть государем. Многое было волнение всяким людям, кижда, хотящие по своей мысли деяти, кижда, про коего говоряше, не помянуше б описание. Яко Бог не токма царства, но и власть, кому хочет, тому даст. И кого Бог призовет, то и прославит. Начаша советовать и об избрании царя, и много избирающий – искаху. Не возмогоша вси наединого, согласитесь. Ови и глагола хатаго, и нижа, иного. И вси разно вещаху, и всякий, хотящий по своей мысли учините. И така при провождаху немалые дни. Многие же от вельмож, желающие царем бытьи, подкупахуся, многим и дающие и обещающие многие дары. 7 февраля один галичский дворянин подал на собор письменное заявление, что ближе всех по родству с прежними царями стоит Михаил Феодорович Романов, и поэтому он и должен быть царем. Это имя, упоминавшееся и прежде, возбудило неудовольство среди части членов собора. И раздались голоса. Кто принес такую грамоту? Кто? Откуда? В это время подходит донской атаман и тоже подает письменное мнение. Что это ты подал, атаман? – спросил князь Пожарский. О природном царе Михаиле Феодоровиче был ответ. Одинаковые мнения галичского дворянина и донского атамана, указавших не на достоинство, а на права лица ими предлагаемого, решили дело. Собор остановился на Михаиле Феодоровиче Романове и прервал свои занятия на две недели, чтобы члены собора узнали мнение народа по городам и уездам. 21 февраля 1613 года, в неделю православия, собор собрался, и все подали письменные мнения. Все они оказались одинаковыми. В цари указывался Михаил Феодорович Романов. Рязанский архиепископ Феодорит, троицкий келарь Авраамий Палицын, новоспасский архимандрит Иосиф и боярин Морозов, взойдя на лобное место, спросили у народа, наполнявшего Красную площадь, «Кого они хотят в цари?» Михаила Феодоровича Романова был ответ. Так единодушно закончились распри русских людей о том, кто должен быть всероссийским царем, столько лет волновавшие и губившие Русь. Но что же привлекло сердца всех к Михаилу Романову? Он не имел ни государственного опыта, никаких государственных заслуг. Он не отличался государственной мудростью Бориса Годунова или знатностью рода, как князь Василий Шуйский. Ему было всего 16 лет. И Миша Романов, под коим именем он был всего больше известен, не успел еще себя ни в чем проявить. Почему же на нем остановился русский народ? И с его воцарением прекратились все споры и волнения относительно царского престола. Русский народ истосковался по законному, природному государе и убедился, что без него не может быть порядка и мира на Руси. Когда избирались Борис Годунов и князь Василий Шуйский, то хотя они и имели до некоторой степени права на престол по родству с прежними царями, но избраны они были не по причине их исключительных прав, а принимались во внимание личности. Здесь не было строгого законного преемства. Этим и объяснялся успех самозванцев. Теперь русские убедились в обмане самозванцев. Однако избрать в цари какое-нибудь лицо за его качество было почти невозможно. Каждый оценивал кандидатов со своей точки зрения. Отсутствие определенного закона, который бы предусматривал наследника в случае пресечения линии великих князей и царей московских, делало, однако, необходимым, чтобы народ сам указал, кого он желает в цари, потомки удельных князей, хотя и происходили из одного рода с царями московскими и сами об этом никогда не забывали, в глазах народа являлись обыкновенными боярами, холопами московских государей. Их отдаленное родство с царствующей линией уже утратило свое значение. Да к тому же и трудно было установить, кто именно из потомков святого Владимира по мужской линии имеет наибольшее основание быть признанным ближайшим преемником прекратившейся царственной линии. При таких обстоятельствах все объединились на предложении, чтобы угасшую царскую ветвь продолжил ближайший родственник последнего природного законного царя. Ближайшими родственниками царя Феодора Иоанновича были его двоюродные братья по матери Феодор в монашестве Филарет и Иван Никитичи Романовы, оба имевшие сыновей. Престол должен был перейти в таком случае к Феодору, как к старшему, но его монашество и сан митрополита Ростовского препятствовали этому. Наследником его являлся его единственный сын Михаил. Таким образом, вопрос шел уже не о выборе царя, а о признании за определенным лицом его право на престол. Измученный смутой и беззаконием, русский народ приветствовал такое решение, так как видел, что порядок может восстановить лишь законный, природный царь. Народ вспоминал и заслуги Романовых перед Родиной, их страдания за нее, кроткую царицу Анастасию Романову, твердость Филарета Никитича. Все это еще сильнее привлекало народные сердца к нареченному царю. Но эти качества имелись и у некоторых других государственных мужей и печальников за Русь. И не это было причиной избрания царя Михаила Федоровича, а то, что именно в нем Русь увидела своего наиболее законного и природного государя. В актах об избрании на царство Михаила Федоровича тщательно устранялась мысль, что он вступает на престол в силу народного избрания. И указывалось, что новый царь – Божий избранник, прямой преемник последнего наследственного государя. А мы, всякие люди московского государства от мала до велика, и из городов выборные и невыборные люди, все обрадовались сердечной радостью, что у всех людей одна мысль в сердце вместилась – быть государем-царем, блаженной памяти великого государя Федора Иоанновича племяннику Михаилу Федоровичу. Бог его, государя, на такой великий царский престол избрал не по чьему-либо заводу, избрал его мимо всех людей, по своей неизреченной милости. Всем людям о его избрании Бог в сердце вложил одну мысль и утверждение. В грамоте об избрании Михаила Федоровича перечисляются прежде бывшие русские великие князья и цари, после чего говорится, что все православные крестьяне всего московского государства от мала и до велика и до сущих младенцев, яко едиными усты в опияху и взываху глаголищей, что быть на Владимирском и на Московском и на Новгородском государствах и царствах государем-царем и великим князем всея России, самодержцем блаженной памяти и хвалы достойного великого государя-царя и великого князя Федора Иоанновича всея России самодержца с родичу, благоцветущая отрасль от благочестивого корень неродившемуся, Михаилу Федоровичу Романову Юрьеву. Михаил Федорович таким образом явился как бы продолжателем старой линии московских царей, которого народ не выбирал, а лишь признал законным своим государем. Никогда русские государи не были царями волею народа, а всегда оставались самодержцами Божией милостью, государями по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению. Вступившие на престол Романовы восприяли все мировоззрение, заветы и обычаи своих царственных предшественников, ибо смотрели на себя так же, как на них смотрел русский народ, не только как на преемников власти, но и продолжателей рода московских царей. Романовы – ближайшие родственники и продолжатели прежней династии, XVII век. Когда царь Алексей Михайлович послал митрополита Никона за мощами святителя Филиппа в Соловецкий монастырь, то он дал ему грамоту, в которой слезно обращается к святителю Филиппу с просьбой прибыть и разрешить грех прадеда его, царя Ивана Васильевича. Романовы, как ближайшие родственники, как бы восполнили отсутствовавшее прямое потомство Иоанна Грозного, как бы влились в прежнюю династию. При этом был соблюден порядок первородства. На престол был призван сын первородного из ближайших родственников последнего наследственного царя. А этот ближайший родственник, не могший сам занять престол ввиду своего духовного сана, возглавил русскую церковь как патриарх всея Руси, нося в то же время титул великого государя и являясь руководителем и соправителем сына. Патриарх и великий государь Филарет Никитич скончался в 1633 году, а царь Михаил Федорович продолжал единолично управлять Русью до своей смерти 12 июля 1645 года. Перед смертью он благословил на царство единственного оставшегося в живых своего сына Алексея, который за два года перед этим по достижении 14-летнего возраста был торжественно объявлен наследником престола. Земский собор, собравшийся в это время в Москве, лишь засвидетельствовал, что такое престолонаследие сообразно с прежними обычаями и согласно с правовоззрениями и духом народа. Царь Алексей Михайлович имел много детей, но наследником престола неизменно считался старший из сыновей, сын Димитрий, родившийся 22 октября 1649 года. С какого времени этот день стал праздноваться по всей России, а не только в Москве, как было с 1612 года по этот год? Сын царя Димитрий, родившийся 22 октября 1649 года, умер в 1651 году. После него наследником был второй сын царя, царевич Алексей, родившийся в 1654 году, который в 1667 году был торжественно объявлен, показан послам, чинам и народу как наследник престола. Царевич Алексей умер в 1670 году. Немного раньше его умер следующий за ним его брат Симеон, и царь Алексей Михайлович 1 сентября 1674 года, в день празднования Нового года, также торжественно объявил наследником престола своего 14-летнего четвертого сына, Феодора. По кончине царя Алексея Михайловича, царь Феодор Алексеевич вступил на престол и, процарствовав 8 лет, скончался после непродолжительной болезни. Его единственный сын Илья умер малюткой еще при жизни отца. Из братьев царя Феодора Алексеевича в живых в это время находились следующий за ним по старшинству Иоанн и младший брат, сын царя Алексея от второго брака, Петр. Ни один из них не был формально объявлен наследником престола, так как пока был Феодор, можно было ожидать, что у него родится еще сын, который и будет наследником. Не было также и письменного закона о престолонаследии. По духу, ставшего уже древним обычаем, неизменно соблюдавшимся в московском государстве и в силу которого престол наследовал старший сын государя, царем должен был быть теперь Иоанн, остававшийся старшим из сыновей царя Алексея Михайловича после смерти бездетного царя Феодора. Однако царевич Иоанн был больной, плохо видел и соображал. Он мог только носить царский титул, управляли бы за него другие. Между тем Петр был живой, здоровый и многообещающий 12-летний мальчик. После двух-трех лет опеки над ним он мог вступить сам в управление страной. Эти причины побудили патриарха и высших сановников предложить решить избранием вопрос о наследнике. На площади перед церковью Спаса были собраны всех чинов люди московского государства, то есть те, кто проживали или временно находились в это время в Москве. Патриарх с архиереями и вельможами вышел на крыльцо и спросил у собравшихся «Кому быть царем?» Почти единогласный ответ был «Петру Алексеевичу!» Лишь немногие крикнули «Иоанну Алексеевичу!» Патриарх вернулся во дворец и благословил на царство царевича Петра. Однако это избрание не внесло полного успокоения. Если прежде всех занимала мысль «Кто должен быть царем?» Теперь многим стало казаться, что сделано что-то неладно, сделана какая-то несправедливость, какое-то правонарушение. Одни указывали, что неправильным было отдавать престол младшему брату помимо старшего. Другие, что был незаконен и самый способ избрания. Этим воспользовались стрельцы, среди которых было брожение ввиду недовольства ими своим начальством. Один из полков даже отказался целовать крест царю Петру и с трудом удалось уговорить его это сделать. Брожение среди стрельцов, начавшееся при царе Феодоре, продолжалось после воцарения Петра. Оно было направлено против стрелецких полковников, на притеснение которых они жаловались государю. Недовольные же тем, что царем сделался Петр, а не Иоанн, решили взять стрелецкое движение в свои руки, направить его в выгодную для них сторону. Этими недовольными главным образом были родственники первой жены царя Алексея Михайловича, Милославские, знавшие, что при Петре они не будут пользоваться тем влиянием, какое бы имели в случае воцарения больного Иоанна. Душой этой партии сделалась умная и энергичная дочь Алексея Михайловича от первого брака царевна София, не хотевшая примириться с мыслью, что ей придется подчиниться мачехе, которая будет правительницей государства. Против этого древнего обычая никто не спорил, до совершеннолетия. Софии хотелось, чтобы царем был объявлен Иоанн, и она бы могла тогда быть правительницей при больном брате. Мачеха со своими родственниками потеряли бы тогда при дворе первенствующее положение. Для приведения в исполнение этого плана и воспользовались стрельцами. Приверженцы Софии и Милославских начали возбуждать стрельцов против Нарышкиных и других бояр и обещать их всяких милостей от царевны Софии. Но довести стрельцов до открытого мятежа было трудно и потому прибегли к обману. 15 мая в день убиения святого царевича Дмитрия по стрелецким полкам проскакало двое бояр-заговорщиков с криком, что Нарышкины задушили царевича Иоанна. Эта весть казалась правдоподобной. Раз была допущена несправедливость, царевич Иоанн был лишен принадлежавшего ему по правовоззрению русского народа и обычаю московского царского дома престола, то это являлось уже показателем того, что есть люди, которые действуют против него, законного наследника царя Феодора. Не опасаются ли эти люди, что право восторжествует, и они получат должное возмездие, и не считают ли они более спокойным для себя совсем отделаться от того, кто является живым напоминанием о совершенном правонарушении. Подобные мысли находили себе подтверждение в распускаемых сторонниками милославских слухах, что Нарышкины сами хотят завладеть престолом, и что один из них, Афанасий, даже примеривал царский венец. Поэтому, когда стрельцы услыхали про смерть царевича Иоанна, то со знаменами и пушками двинулись в Кремль выводить царских изменников. Когда они подошли ко дворцу, царица Наталья Кирилловна вышла на крыльцо с Иоанном и Петром Алексеевичами. Увидев это, стрельцы опешили. Подставив лестницу, они спешили убедиться, что это в самом деле царевич Иоанн. «Сам ли это государь-царевич?» спрашивали они его. «Какие изменники тебя изводят?» Услыхав из уст царевича, что это он сам, стрельцы заколебались. Еще мгновение и окончательно убедившись, что больному царевичу не угрожает никакая опасность, они ушли обратно. Но на несчастье в дело вдруг вмешался нелюбимый начальник стрельцов, князь Михаила Долгорукий. Он начал кричать на стрельцов, как осмелились они нарушить порядок. Только что утихший гнев стрельцов воспламенился опять и обрушился на Долгорукого. Несколько человек вдруг бросило нелюбимого начальника на стрелецкие копья, и он был немедленно зарублен. Этим моментом воспользовались и заговорщики. Некоторые, выбежав из внутри дворца, кинули на копья стрельцов, приближенного царицы Натальи Кирилловны и ее родственника боярина Матвеева. Это было как бы сигналом. Первая кровь как бы одурманила головы стрельцов, и они кинулись разыскивать царских изменников, а также своих нелюбимых начальников, крича, что если цареубийство еще не совершено, так будет совершено. Особенно разыскивали они брата вдовствующей царицы Ивана Нарышкина, который якобы примерял царский венец. Списки изменников, которых нужно было истребить, были заранее розданы приверженцами Милославских. Минутами совесть и рассудок брали верх у водителей измены. Они отправлялись к родителям убитых и просили прощения, уверяя, что лукавый попутал. Но безумие вскоре опять овладевало ими, и какое-нибудь неосторожное слово делало жертвой того, перед кем они только что извинялись. Наконец все, кого они считали изменниками, были истреблены, и они начали приходить в себя. Чтобы оправдать себя в произведенных убийствах, они подали челобитную, в которой перечислили всех убитых ими с указанием, за что именно был кто убит, за измену или за притеснение стрельцов. Просили, чтобы на Красной площади был поставлен столб с именами преступников и указанием их вины. А стрельцам были выданы жалованные грамоты и запрещено было их называть бунтовщиками и изменниками. Кроме того, они просили о ссылке некоторых лиц, причастных к измене, и о выдаче стрельцам жалования. Все просьбы разноздавшихся стрельцов беспрекословно исполнялись растерявшимся правительством. 23 мая во дворец было донесено, что стрельцы хотят, чтобы царями были оба брата Иоанн и Петр Алексеевичи. Сузванный немедленно собор, состоявший из архиереев и выборных всех чинов, находившихся в Москве, решил, что царями должны быть оба брата. 26 мая по просьбе тех же стрельцов Боярская дума с архиереями решила, что Иоанн должен быть первым царем, а Петр вторым. И еще через три дня, 29 мая, таким же образом было объявлено, что по молодости обоих государей правительство вручается их сестре, царевне Софии, которая теперь выдвигалась на первый план, так как вдовствующая царица Наталья Кирилловна приходилась первому царю Иоанну только мачехою. Собственно, после воцарения Иоанна Алексеевича стрельцы должны были считать свою задачу истребление царских недругов и восстановление царского престижа, нарушенного якобы царедворцами, оконченной. Недруги царского престола отлучения отлучения царем Петром от престола наследника. Конец XVII – начало XVIII века. После воцарения Иоанна Алексеевича стрельцы должны были считать свою задачу истребление царских недругов и восстановление царского престижа, нарушенного якобы царедворцами, оконченной. Однако всякие народные волнения и тем более воинские беспорядки редко оканчиваются с достижением первоначальной цели. Особенно это должно было случиться здесь, где обманом использовали и без того уже неспокойную стрелецкую массу, и где сразу к высоким государственным мотивам присоединилось и чувство личной обиды на свое начальство. Восстановив древние обычаи, по которому царский престол переходил по порядку первородства, стрельцы возомнили себя вообще призванными восстановить нарушенные, как им казалось, старины. Восстановив древние обычаи, по которому царский престол переходил по порядку первородства, стрельцы возомнили себя вообще призванными восстановить нарушенные, как им казалось, предания старины. Среди стрельцов многие не сочувствовали никоновским реформам и с большим уважением относились к противникам патриарха Никона. Опьяненные успехом в государственных делах, они хотели восстановить и истинное благочестие. Через месяц после описанных событий вожди раскола имели прение с патриархом в грановитой палате в присутствии царской семьи. Не мог же переспорить православных, они все же с криками победихом вышли оттуда и думали торжествовать победу. Но на их стороне не было всеобщего сочувствия и в стрелецких полках. А царевна София, олицетворявшая теперь законную царскую власть, вела себя решительно. Главные зачинщики этого спора были схвачены. Пыл раскольников охладел. Но в делах государственных стрельцы еще продолжали оказывать некоторое влияние. Однако теперь у них уже не было возможности утверждать, что они охраняют царский престол от посягательств на него лиц, не имеющих на него права. Их поведение становилось теперь обычным самовольством. Это чувствовали и они, и правительство, сознавшее, что теперь стрельцы не имеют никакой опоры. Через несколько времени царская семья выехала из Москвы под московные дворцы и монастыри. К Москве двигались ополчения, созванное правительством с той же целью, во имя которой 15 мая стрельцы двинулись ко дворцу для того, чтобы защитить царский престол и царскую семью от окружавших ее недругов. Но на этот раз недругами были сами стрельцы. С ними заговорили решительно. По повелению царевны Софии, был схвачен их начальник Хованский и казнен. Стрельцы, чувствовавшие теперь свое бессилие и неправоту, просили у царской семьи прощения и о снятии поставленного на Красной площади столпа. Столб был снесен, а правительство снова взяло власть в свои руки. Управляла государством царевна София. Петр подрастал для будущей деятельности, живя с матерью в селе Преображенском, а царь Иоанн не мог по болезни заниматься государственными делами. Однако ни один указ не издавался без упоминания имен обоих царей, ибо они были источниками власти, хотя бы и временно находившейся в других руках. Царевна София знала, что как только Петр подрастет, он возьмет бразды правления в свои руки и будет осуществлять власть, принадлежавшую ему и брату. Она знала также, что теперь нет возможности помешать воцарению Петра, ибо и права старшего брата Иоанна оставались незатронутыми. Петр был его соправителем, подобно тому, как и при последних до принятия царского титула в великих князьях, наследник носил иногда титул, равный титулу государя. Теперь не было возможности указывать на отнятие царского венца у того, кто должен им обладать. Не имея возможности удержать в своих руках кормила власти законным путем, София хотела добиться этого другим способом. Задуман был заговор на жизнь Петра, а от приближенных ее была приготовлена грамота, в которой София упрашивалась венчаться на царство. Но заговор был вовремя раскрыт. Главные участники его казнены, а вдохновительница его, царевна София отправлена в монастырь, где впоследствии пострижена в монахине. Ввиду болезни царя Иоанна Алексеевича, страной начал управлять царь Петр Алексеевич, дав своему старшему царю-брату обещание почитать его яко отца. 29 января 1696 года царь Иоанн Алексеевич скончался, оставив трех дочерей. Царь Петр стал единственным государем и самодержцем всероссийским. Наследником его был его единственный сын от первого брака, царевич Алексей. Первое время Петр, занятый преобразованиями и другими государственными делами, не мог много времени уделить сыну. И царевич вырастал под влиянием матери царицы Евдокии из рода бояр-стрешневых и других приверженцев старины. В 1699 году царица Евдокия Федоровна была насильно пострижена по распоряжению царя. Царевич Алексей Петрович остался на попечении своей тетки царевны Натальи Алексеевны и ряда русских и иностранных воспитателей. Общее руководство его воспитанием взял на себя сам Петр. Но благодаря постоянным отлучкам он не мог оказывать на сына сильного влияния. Царевич Алексей по природе и характеру представлял полную противоположность царю Петру. К преобразованиям и деятельности отца он относился с большим несочувствием. И приверженцы старины с надеждой смотрели на молодого наследника. Петр всячески старался приохотить сына к заморским наукам и военному делу. И сначала старался воздействовать на него своими убеждениями. Но царевич оставался верен своему характеру. В 1711 году по желанию царя царевич Алексей женился на Брауншвейг Бланкенбургской принцессе Софии Шарлотте. Принятие ею православия не было поставлено в условие. Хотя царевич и выражал надежду, что она, приехав в Москву, пленившись величием и простотой богослужения православной церкви, сама пожелает обратиться к истинной вере. Однако кронпринцесса не сделала никаких шагов, чтобы сблизиться с народом, царицей которого собиралась быть. Она оставалась такой же немкой, как и прежде, и весь двор ее составляли иностранцы. Царевич удалялся от принцессы, что еще более подчеркивало его отрицательное отношение ко всем начинаниям отца. Все поручения, которые возлагал на него царь, царевич исполнял с крайней неохотой. Петр начал угрожать сыну лишением наследства, думая этим заставить его изменить свое поведение. Однако царевич продолжал себя вести по-прежнему, тем более, что знал о несочувствии большинства к реформам Петра. В 1714 году у царевича Алексея родилась дочь Наталии, а в 1715 году сын Петр, после рождения которого кронпринцесса умерла. Царь Петр был в это время женат с 1911 года вторым браком на Лифлянской выходке при переходе в православие, получившей имя Екатерины Алексеевны. От нее у него были две дочери, получившие титулы царевин со времени брака их родителей – Анна и Елисавета Петровны. В 1715 году, вскоре после смерти принцессы, у них родился сын, тоже Петр. Царь стал требовательнее к своему старшему сыну. Отношения между ними натянулись до крайности. И, наконец, опасаясь отцовского гнева, царевич бежал за границу и отдался под покровительство австрийского императора. Царь Петр узнал местонахождение сына и потребовал его возвращения. Царевич после долгих колебаний согласился, поставив условие, чтобы ему разрешили жить в его деревнях и жениться на девке Ефросинии, которая везде сопровождала его, из которой он был неразлучен. Это ему было обещано. Прибыв в Москву, царевич бросился в ноги отцу, просил простить его и даровать жизнь, отказываясь от наследства. Царь ответил «Прощаю, но наследство лишаю» и подписал манифест, которым объявил, что царевич Алексей, ввиду неохота к гражданским и военным делам и предосудительного поведения, лишается прав на престол. Наследником объявляется сын царя от второго брака, цесаревич Петр Петрович. Царевич Алексей дал клятвенное обещание не искать престола и признавать наследником брата. От царевича царь потребовал указать ему сообщников, посоветовавших ему бежать на запад к цесарю. Началось следствие. Сначала обвиняемыми являлись советчики и соучастники царевича Алексея. Но когда явилось подозрение, что царевич открыл не все, его тоже посадили в крепость и пытали. Не желая принимать единолично решение о судьбе царевича, царь обратился к высшим духовным и светским лицам и, изложив вину царевича, а также свою ответственность перед отечеством, просил указания. Духовенство, сделав выписки из священного писания об обязанностях детей к родителям, представило царю применить к царевичу те наказания, о которых говорит Ветхий Завет, или же последовать примерам милосердия, имея за образец самого Христа. Светские вельможи вынесли царевичу смертный приговор. Через два дня, 26 июня 1717 года, царевич Алексей Петрович после пытки скончался и был погребен в Петропавловском соборе. Еще при жизни его по всей России были разосланы присяжные листы для приведения к присяге новому наследнику. Не везде, однако, приведение к присяге проходило гладко. Сторонники старых порядков не хотели признать лишенным наследства царевича Алексея. Так 2 марта, в соборное воскресенье, к царю в церкви подошел человек, оказавшийся под ячим Докукиным, и подал бумагу. Это был присяжный лист на верность новому наследнику со следующей надписью. «За неповинное отлучение и изгнание от всероссийского престола, царского, богом хранимого государя-царевича Алексея Петровича, христианскую совестью и судом Божиим, и пресвятым Евангелием не клянусь, и на том животворящего креста Христова не целую, и собственной рукою не подписуюсь. Хотя зато и царский гнев нами произмится, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его Святой, за истину ас раб Христов Иларион Докукин страдать и готов. Аминь, аминь, аминь». Докукин, конечно, был казнен, но Петр отлично понимал, что он является лишь более смелым выразителем убеждения многих. Покушение царя Петра на вековые устои русского царства. Власть государя от Бога, а не от человеческого хотения. Начало XVIII века. В 1719 году скончался и новый наследник – царевич Петр Петрович. Все стали смотреть, как на законного наследника, на сына покойного царевича Алексея, великого князя Петра Алексеевича. Однако царь Петр опасался, что внук его будет характером похож на отца, и что из преданности памяти своего несчастного родителя по воцарении своем отменит преобразование своего деда. Петр Великий решил предотвратить возможность этого. Права его внука, царевича Петра Алексеевича на российский престол, основывались на неписанном законе, ведущем от основания Московского великого княжества свое начало обычаи, по которому престол переходил в порядке первородства. Этот обычай был не только освящен преданием старины, но сделался основным принципом государственного правовозрения всех чинов и людей Московского государства. Царь Петр лучше, чем кто другой, помнил, какими беспорядками и потрясениями, сопровождалось его собственное вступление на престол ввиду попытки обойти этот принцип, лишив царского венца, немогущего по болезни управлять страной, его старшего брата Иоанна. Однако царь Петр не останавливался ни перед чем, что казалось ему необходимым. Великому Петру недорога была сама жизнь, жила бы только Россия во славе и благоденствии. Но, к сожалению, ему, проведшему детство в бурную эпоху и не получившему правильного образования и воспитания, недороги были предания и устои его отечества. В 1722 году он объявил новый порядок престола наследия. «Поне же всем ведомо есть, какую овессоломскую злостью надмен был сын наш Алексей, и что не раскаянием его оное намерение, но милостью Божию всему нашему Отечеству пресеклось. А сие ни для чего иного и возросло токмо от обычая старого, что большему сыну наследство давати. К тому же один он тогда мужеско пола нашей фамилии был, и для того ни на какое отеческое наказание смотреть не хотел. Сей недобрый обычай, не знаю чего для, так был затвержден, ибо не токмо в людях по рассуждению умных родителей бывали отмены, но и в Священном Писании видим, еще же и в наших предках она видим. Пример Ивана Третьего. В таком же рассуждении, в прошлом 1714 году, милосердуя мы о наших подданных, чтоб партикулярные их домы не приходили от недостойных наследников в разорение, хотя и учинили мы устав, чтоб недвижимое имение отдавать одному сыну, однако ж отдали то на волю родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотря достойного, хотя и меньшому мимо больших, признавая удобного, который бы не расточил наследство. Кальми же пачи должны мы иметь попечение о целости всего нашего государства, которое с помощью Божию ныне пачи распространено, как всем, видимо, есть. Для чего благо рассудили сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего государя, кому он и хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменить, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как писано, имея сию узду на себе. Того ради повелеваем, дабы все наши верные подданные, духовные и мирские без изъятия, сей наш устав пред Богом и его Евангелием утвердили на таком основании, что всяк, кто сему будет противен или инако как оттолковать станет, то заизменника почтен. Смертной казни и церковной клятве подлежать будет. Петр. Указ этот вызвал большое смущение в народе, так как затрагивал самое сердце русской государственности, царскую власть. И без того, часто не понимавший реформ Петра, народ в отмене порядка, в силу которого наследник престола определялся самим рождением, независимо от человеческой воли, увидел покушение на вековые устои русского царства. Волнение усиливалось еще тем, что как вторая супруга царя, так и его покойная невестка, супруга царевича Алексея, были иностранками. Поэтому распространялись слухи, что преемником царя будет инославный король. И создавалась благоприятная почва для распространения раскольниками рассказов, что царь Петр подменен за границей, что теперь царствует Антихрист и других самых фантастических слухов о царской семье. В некоторых местах к присяге на верность новому закону пришлось приводить насильно. А в Тари, в Сибири, несколько человек, не желая присягнуть, взорвали себя на воздух. Царь счел себя вынужденным считаться с подобным настроением своих подданных. И чтобы объяснить и оправдать издание этого закона, поручил составителю знаменитого духовного регламента, архиепископу Феофану Прокоповичу, написать соответствующее сочинение. Феофан Прокопович написал трактат «Правда воли монаршей», вошедший впоследствии в полное собрание законов. В этом сочинении Феофан Прокопович подробно развивает теорию монархического абсолютизма, пользуясь господствовавшим тогда учением об естественном праве. Он полагает мысли Гуга Гроция, Пуффендорфа и других о первоначальном договоре, в силу которого подданные отреклись от своей воли в пользу монарха и на этом основании заключает, что монарх может повелеть, что считает необходимым, а подданным остается лишь повиноваться. Однако, как по-видимому, невысоко ставится в правде воли монаршей власть монарха, она в сущности подвергалась в глазах русского народа безмерному унижению. Русские издревле смотрели на своих государей не как на поставленных человеческим хотением, а как на получивших власть от самого промыслителя Бога. И в идеале русский царь являлся всегда проводником воли Божией и олицетворением его правды. Обоснование же власти государя на рассуждениях было вредно и опасно, уже потому, что с падением теории, на которой эти рассуждения основаны, оказывается лишенным смысла и оправдания и самое существование царской власти. Правда, и в настоящем трактате Феофан Прокопович говорил, что воля народная, передавшая свою власть монарху, есть в то же время и проявление воли Божией, ибо народное согласие всегда и везде есть следствие премудро действующего смотрения Божия. Но по русским понятиям царская власть была непосредственно божественным установлением. И когда Русь оставалась без царя, никогда не поднимался вопрос о самой форме правления. Что же касается того, кто должен был быть царем, то хотя народ иногда и принимал участие в выборе царя, но только тогда царь мог удержаться на престоле, если был соблюден принцип законности. То есть избранное лицо являлось ближайшим наследником своего предшественника. Законный государь был основа государственного благополучия и потребность русского народного духа. Поэтому все принесенные совне ученые доказательства о необходимости монаршей власти и ее правах являлись излишними и чуждыми русскому народу. В особенности это нужно сказать о таких теориях, где сама предпосылка, как, например, в данном случае предварительный уговор, являлись фикцией и в действительности не существовали. Поэтому и правда воли монаршей осталась лишь литературным памятником, не имевшим никаких реальных последствий. Указ же о престолонаследии, как изданный государем закон, определил собою дальнейшую судьбу русского престола. Однако указ этот в самом себе носил внутреннее противоречие. Упоминая о том, что бывали исключения из права первородства, он этим свидетельствовал, что общим правилом было большему сыну наследство давать. Упомянутые же случаи отмены настоящего правила нисколько не соответствовали теперешнему. Ибо то, что говорится в Священном Писании, было делом Божьего домостроительства и каждый раз делалось по особому Божию внушению и указанию. А великий князь Дмитрий Иоаннович был лишен престола в силу исключительных обстоятельств, о которых уже говорилось. И тогда Иоанн III всячески старался оберечь самый порядок престола наследия по первородству. Отмена этого порядка указом о престолонаследии 1722 года дала самые печальные результаты, воочию убедившие всех, что указ достиг как раз обратного тому, что хотелось законодателю. Попрание Божьего закона о царском престоле. Эпоха временщиков или эпоха дворцовых переворотов. Первая половина XVIII века. Сам Петр Великий скончался, не успев назначить себе преемника. Высшие чины государства собрались в дворце умиравшего царя для того, чтобы решить, кто должен наследовать царю Петру. Естественным преемником его был царевич Петр Алексеевич, сын царевича Алексея Петровича, так как все сыновья императора Петра умерли при его жизни, а царевич Петр Алексеевич являлся в этот момент единственным мужским представителем царского рода. Однако многие вельможи, возвысившиеся в оканчивавшееся царствование, боялись воцарения этого царевича, на которого, как на законного наследника, смотрели все до издания указа 1722 года. Боялись по той причине, по которой и царь Петр опасался сразу провозгласить его своим наследникам. Они опасались, что малолетний царевич Петр, выросший, окажется более приверженцем взглядов своего отца, чем своего деда. К тому же у них не было уверенности, что при нем они сохранят то положение и влияние, каким пользовались у умиравшего царя. Поэтому у них явилась мысль провозгласить преемницей императора Петра Великого его супругу Екатерину Алексеевну, во всем разделявшую взгляды своего мужа. Желание царя видеть свою супругу своей преемницей они усматривали в том, что в 1724 году император Петр торжественно короновал ее, что являлось, по их мнению, актом волеизъявления царя передать свою власть императрице. Так как, однако, воля царя не была ясно выражена, то вельможи разделились на сторонников Великого князя Петра Алексеевича и императрицы Екатерины Алексеевны. Таким образом, вопрос о престолонаследии перешел в руки тех, кто никем не был уполномочен на его разрешение. Сторонники воцарения Екатерины, большую частью представителей новой знати, привели к окнам дворца, где обсуждался вопрос о преемнике царю, гвардейские войска, и этим без труда добились желаемого ими решения. Это явилось прецедентом к тому, что царский престол сделался игрушкой в руках вельмож и гвардейских частей. Они распоряжались им по своему усмотрению, не считаясь ни с волей умершего и даже царствовавшего монарха, ни с историческими преданиями. Благодаря этому они и при царствовании поставленного ими монарха пользовались громадной властью и влиянием, и даже заслоняли собою личность монарха, принужденного опираться на отдельные поддерживающие его партии или лица. Эта эпоха является одной из самых мрачных страниц истории русского престола и носит название «Эпохи временщиков» или «Эпохи дворцовых переворотов». Так, после смерти Петра I 28 января 1725 года вступила на престол императрица Екатерина Алексеевна, провозглашенная самодержицей в одной из дворцовых зал, собранными там сановниками и офицерами немедленно, как только испустил последний вздох император Петр Великий. Она старалась, чтобы ее царствование было продолжением царствования ее супруга. Главным вельможей при ней был Меньшиков, пользовавшийся неограниченной властью и доверием, и успевший добиться перед последовавшую в 1727 году смертью императрицы, чтобы она в оставленном завещании выразила желание, чтобы малолетний Петр Алексеевич, которому завещала свой престол императрица Екатерина, пришедший в возраст, женился на одной из дочерей этого вельможи. Назначение великого князя Петра Алексеевича наследником престола вызывалось самой необходимостью, так как во всей России на него смотрели как на законного наследника и государя. И попытка устранить его от престола могла создать серьезные беспорядки и даже невозможность другому лицу удержаться на престоле. Еще при жизни Екатерины Меньшикова сравнивали с Годуновым. И ему легко было понять, что выгоднее постараться упрочить свое положение при Петре Втором, чем действовать против него. Завещав престол великому князю Петру Алексеевичу, Екатерина в этом завещании определила порядок престола наследия в случае, ежели великий князь без наследников приставится. В таком случае престол должна была наследовать старшая дочь царя Петра Великого, цесаревна Анна Петровна, со своими потомками. Затем вторая дочь его, цесаревна Елисавета Петровна, со своими потомками. А после них дочь царевича Алексея Петровича, великая княжна Наталья Алексеевна, со своими потомками. При переходе престола должны были быть соблюдаемы следующие условия. Наследники мужского пола должны были быть предпочитаемы лицам женского пола. И на российский престол не могло вступить лицо неправославное и уже занимающее другой престол. Таким образом, завещание Екатерины представляло собою возвращение к искренне сложившемуся в Московской Руси порядку престола наследия. Единственным исключением из строгого соблюдения первородства здесь было только то, что дочь царевича Алексея Петровича, великая княжна Наталья, была поставлена после своих теток, царевин Анны и Елисаветы, дочерей Петра I, и писавшей завещание императрицы Екатерины. Однако в этом завещании было довольно много неясного. Неясно было, кто должен вступить на престол, если Анна умрет прежде Петра II, царевна ли Елисавета или потомство Анны. Непонятно было, отменялось ли право царствующего государя назначать себе преемника, или завещанием устанавливался порядок, который должен был соблюдаться в случае, если государь будет умирать без завещания. По-видимому, Екатерина I хотела опять поставить престолонаследие в России на твердую почву. Но так как она не отменила указа 1722 года, а сделала это в форме завещания, то все осталось по-прежнему. Петр II просарствовал только два года, успев отделаться, однако, от князя Меншикова, сослав его вместе со своей нареченную невестою в Сибирь. Обручившись с княжной долгорукой, он вскоре затем скончался от оспы, не достигнув 15 лет от роду. Еще при его жизни скончались его сестра Наталья Алексеевна и царевна Анна Петровна, у которой незадолго до смерти от брака с герцогом Гольштинским родился сын, тоже Петр. Так как царь Петр II не оставил никаких распоряжений, то члены Верховного Тайного Совета, который управлял страной ввиду его малолетства, собрались для решения вопроса о его преемнике. Совет не стал считаться с последней волей императрицы Екатерины. Главные стремления его членов были направлены к тому, чтобы удержать за собой власть. Поэтому, оставив в стороне царевну Елисавету Петровну и маленького сына Анны Петровны, Совет решил за прекращение мужской линии царя Петра I передать престол в линию царя Иоанна Алексеевича и, находя неудобным во царение замужней старшей его дочери Екатерины Ивановны, избрал императрицей, следующую за ней по старшинству, Анну Иоанновну, вдову герцога Курлянского. Немедленно вслед за этим Верховный Тайный Совет выработал пункты, ограничивающие власть императрицы Верховным Советом. Члены Совета полагали, что не ожидавшая русского трона Анна Иоанновна скорее согласится разделить свою власть с ними, чем совсем отказаться от нее. Анна Иоанновна действительно сначала приняла и подписала условия. Однако попытка ограничить царскую власть была встречена в России с большим негодованием. В церквях стали поминовать Анну Иоанновну императрицей и самодержецей, ведь члены Верховного Совета принуждены были признать за ней полный титул русских государей. Вслед за этим немедленно по прибытии Анны Иоанновны в Москву к ней явилась многочисленная депутация дворянства и просила отменить ограничения самодержавной власти. В присутствии Верховного Совета царица разорвала подписанные ею пункты. После этого Верховный Совет был уничтожен, а члены его поплатились казнями и ссылками за свою попытку уничтожить в России самодержавие. Хотя престол в это время значительно зависел от приближенных к нему, но русский народ, не вмешиваясь в вопрос престола наследия, так как в этот момент ни одно из лиц царской семьи не имело исключительных прав на престол, однако желал повиноваться только царственному носителю Верховной Власти и никому больше. Анна Иоанновна вместо оставленных вельмож взяла новых советчиков. Главным лицом при ней вскоре сделался курляндец Берон, благодаря покровительству Анны Иоанновны из простых конюхов, возвысившейся до герцога. Пользуясь большим влиянием и доверием у императрицы, он сделался фактическим правителем государства. Он всячески стремился упрочить свое положение и головой платился тот, кто ему стоял на пути. Он возвышал немцев, а русские и все русское подвергалось гонению. Опасаясь заговора, Берон ввел страшный шпионаж и множество невинных пострадало по ложному доносу. Однако, несмотря на страшное народное и национальное унижение, нигде не было стремления к перемене правления, так как носительницей верховной власти все же была дочь русского царя. И сама православная, и русская по духу Анна Иоанновна. Только иногда появлялись самозванцы, выдававшие себя за законных царей Алексея или Петра Петровичей. Народ их с радостью встречал, но обыкновенно обман вскоре обнаруживался. Императрица Анна Иоанновна объявила, что после смерти ее престол должен перейти в мужское потомство племянницы ее, дочери ее старшей сестры Екатерины Ивановны и герцога Мекленбургского при принятии православия нареченной Анной Леопольдовной. Берон пытался женить на ней своего сына. Но принцесса, чтобы избежать этого брака, согласилась выйти замуж за браунгшвейц-бевернского принца Антона Ульриха. В 1740 году у них родился первый сын Иоанн, а вскоре затем предсмертную болезнью заболела императрица. Вельможи, преданные или просто желавшие угодить Берону, подали императрице прошение о назначении Берона регентом на время малолетства Иоанна, объявленного наследником. Императрица сначала колебалась, но перед смертью подписала это назначение. После смерти ее было прочитано духовное завещание, и маленький Иван Антонович сделался императором, а герцог Берон – регентом. С первых же дней своего регентства Берон стал преследовать всех недовольных его назначением в правителе государства. Преследованию подверглись даже родители императора, причем принц Антон Ульрих был посажен под домашний арест. При таком унижении принцесса Анна Леопольдовна обратилась к фельдмаршалу Миниху, который с помощью несших во дворце караул офицеров арестовал Берона. Правительницей была объявлена Анна Леопольдовна. Приближенными при ней были почти исключительно немцы. Можно было думать, что воцарилась немецкая династия, и немецкое правительство смотрит на Россию, как на немецкие владения. Поэтому взоры русских людей все чаще останавливались на русской царевне, дочери Петра Великого Елисавете. Правительница и ее супруг заметили, какую любовью пользуется цесаревна, и ей стало угрожать заточение, так как все громче раздавались голоса, что право на престол имеет царевна Елисавета Петровна, а не немецкая династия. Дворцовые перевороты несчастного XVIII века В ночь на 25 ноября 1741 года Елисавета явилась в казармы Преображенского полка и обратилась со словами «Знаете ли, чья дочь я? Меня хотят насильно выдать замуж или постричь в монастырь. Хотите идти за мною?» «Готовы, матушка!» – был ответ. Елисавета потребовала клятвы не проливать напрасно крови, после чего при помощи своих приверженцев арестовала правительницу с семьей и ее главных сотрудников. Вступление на престол Елисаветы Петровны было встречено общим восторгом. Сановников, не избравших в свое время Елисавету на престол, судили, но казнь всем была заменена ссылкой. Сослана была и брауншвейгская фамилия. Елисавета вызвала из Гольштинии своего племянника, сына цесаревны Анны Петровны. Присоединенный к православию, он был наречен великим князем Петром Феодоровичем и объявлен наследником престола. В невесты ему была избрана ангольцербстская принцесса София Августа, которая по принятии православия с именем Екатерины Алексеевны и была с ним обвенчана. От этого брака в 1754 году родился сын Павел. Сама царица Елисавета Петровна тайно обвенчалась с малороссийским казаком Алексеем Григорьевичем Разумовским. К великому огорчению императрицы и всех русских, однако оказалось, что наследник Петр Феодорович остается таким же немцем в душе, каким был. Даже совершенная немка по происхождению, его супруга, быстрее приблизилась к своему новому отечеству и народу. В связи с недовольством на несоответственное поведение наследника возникла мысль выслать Петра Феодоровича из России, назначив наследником его сына Павла и поручив опеку над ним его матери. Однако и тут опасались осложнений, ввиду того, что в России уже привыкли смотреть на Петра Феодоровича как на законного наследника престола. Так как в 1761 году скончалась царица Елисавета Петровна, Петр III Феодорович вступил на престол ему как сущему наследнику по правам, преимуществам и узаконениям принадлежащий, как об этом возвещалось в манифесте. Все присягнули ему и по нем, по высочайшей его воле избираемым и определяемым наследником. Сделавшись императором, Петр III продолжал вести образ жизни, совершенно не соответствующий монарху. Однако, что оскорбляло русских людей, это полное презрение ко всему русскому и предпочтение всего немецкого. Прусского короля, только что побежденного русскими войсками, Петр III слушал, словно был его вассалом. К православной вере он проявлял полное пренебрежение и в душе, и в своих поступках оставаясь настоящим лютеранином. Супруга его, Екатерина Алексеевна, наоборот, сделалась совершенно православную и русскую по духу. Петр III не скрывал своего намерения развестись с ней и жениться на одной из придворных, графине Воронцовой. Екатерина решила взять в свои руки бразды правления. 28 июня 1762 года она прибыла в Петербург и была провозглашена самодержецей, а цесаревич Павел – наследником. В манифесте о ее воцарении говорилось, что императрица принимает на себя власть ввиду угрожающей российскому государству опасности перемены православной веры на иноверную, а также начавшегося порабощения России только что побежденным врагом и полного расстройства внутреннего управления. Правительственные учреждения, войска и народ с радостью приветствовали царицу, так как в самом деле видели в ее воцарении избавление от большой опасности. Некоторые лишь пытались помешать перевороту и остались верными Петру. Увидев, что большинство перешло на сторону его супруги, Петр III отрекся от престола и через несколько дней скончался насильственной смертью. Воцарение Екатерины приветствовалось громадным большинством населения, как спасение государства от гибели. Однако, как не привыкла Россия к дворцовым переворотам в несчастный XVIII век, век действования указа 1722 года, в народе не угасало чувство о необходимости законного царя. Вельможи и гвардия привыкли распоряжаться троном по своей воле. Право сановников избирать государя даже отчасти было подтверждено Анной Иоанновной. В ее завещании говорилось, что в случае смерти Иоанна Антоновича и его братьев без законных наследников или если наследство будет ненадежно, то легенд Берон с кабинет-министрами, сенатом, генерал-фельдмаршалами и прочим генералитетом должны благовременно избрать и утвердить преемника. И постановление это должно иметь такую же силу, как бы исходило от самой государыни. Но, несмотря на это, все-таки в народе жило чувство, что царь должен иметь право на престол. Поэтому и при воцарении Анны Иоанновны, Елисаветы Петровны и Екатерины II в манифесте объявлялись те права, которые имела вступавшая на престол царица. Елисавета, вступив на престол, не только подробно разъяснила, что ее действия вполне согласны с последней волей ее матери, императрицы Екатерины I, но и отдала под суд лиц, виновных в неисполнении ее завещания. Впрочем, не могло быть скрыто в манифестах и то, что перевороты делались не только в силу законных обстоятельств, но и попрошении всех верноподданных, а наипаче лейб гвардии полков. Россия принимала обыкновенно то, что было принято столицей, так как предполагалось, что там все виднее, и потому что привыкла подчиняться распоряжениям оттуда исходящим. Но если возникало сомнение в том, что совершившееся там есть дело правое и законное, то это встречало глухое сопротивление в русском народе, проявлявшееся иногда весьма своеобразно. Так насчет Петра III распространилась весть, что он жив и вернется на царство. Не знавший Петра III народ, живший в отдаленных от столицы местах, верил тому, что Петр III низвержен за свое благочестие, и местами на него стали смотреть, как на мученика за правду. Его именем воспользовались раскольники, объявившие, что среди них находится царь, который, победив своих врагов, восстановит древнее благочестие. При таком настроении легко понять появление самозванцев, выдававших себя за царя Петра Феодоровича. Среди них особенной известностью пользуется казак Емельян Пугачев, действовавший по примеру лжедимитрия II, тушинского вора. Опираясь на низшие слои, которым он обещал разные льготы в качестве законного императора Петра Феодоровича, Пугачев успел завладеть всем Поволжьем. Екатерине II стоило больших усилий подавить этот мятеж, так как, кроме личных интересов, многие действительно руководствовались нежеланием отказывать в повиновении тому, кого они ошибочно считали за законного русского государя. Имя законного русского царя производило обаяние не только в России, но и среди других православных народов, видевших в нем своего защитника и покровителя. В 1768 году в Черногории появился самозванец, объявивший себя незложенным царем Петром III. Ошибочно принимая самозванца за законного благоверного защитника святой веры, пострадавшего от злобы врагов, черногорцы признали его власть над собой. И никакие уговоры Екатерины, посылавшие для сего особое посольство, не могли заставить черногорцев изменить Стефану Малому, под каким именем управлял ими самозванец. Пока в 1774 году он не был изменнически убит своим слугой. Несмотря на все эти замешательства, Екатерине II удалось сделать свое царствование одной из самых блестящих эпох, совершить ряд преобразований и значительно распространить владение своего государства. Она мечтала уже о восстановлении Византийской империи, причем предполагала предоставить Византийский престол своему второму внуку, великому князю Константину Павловичу, в то время как старший сын цесаревича Павла, Александр, должен был наследовать русский престол. Цесаревич Павел Петрович, проведший свое детство при дворе императрицы Елисавета Петровны, причем мать не могла оказывать непосредственного влияния на него, во многом различался по своему характеру и убеждениям с императрицей Екатериной. Поэтому Екатерина II предполагала устранить сына от наследства и сделать наследником старшего внука Александра Павловича. Опасаясь, однако, осложнений, так как Павлу как наследнику присягала уже вся Россия, решение вопроса все откладывали. Причем Екатерина старательно изучала вопрос о престолонаследии в России со времени указа 1722 года. В конце 1796 года Екатерина II окончательно решила назначить наследником Александра, минуя Павла. Но неожиданно, скоропостижно скончалась. Восстановление императором Павлом твердого порядка престолонаследия в России. Конец XVIII века. В конце 1796 года Екатерина II скончалась. На престол вступил наследник цесаревич Павел Петрович, первым и главным делом которого было восстановить твердый порядок престолонаследия в России. Павел I ясно видел, сколько зла принесло России наследование не по определенному порядку, а по личному избранию. Он ясно понимал, что для благосостояния государства и избежания смут необходимо, дабы государства не было без наследника, дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать, дабы сохранить право родов в наследовании, не нарушая право естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род. Эти положения он сам высказал в акте о порядке наследования престола. Для этого нужно было, чтобы прекратил действие указ 1722 года, и наши государи, оставаясь вполне самодержавными, в то же время добровольно передавали свой престол тому, кто является естественным наследником по установившемуся в русском царстве обычаю. Павел I сам, не ограничивая своей самодержавной власти, в день священного коронования положил составленный им акт на жертвенник Успенского собора. Этим перед Богом обещал не изменять того порядка, который им признавался справедливым и необходимым. Наши великие князья, собиратели Руси, не будучи ограничены никаким писанным законом и не будучи связаны обычаем, добровольно каждый раз передавали престол сыновьям своим первым. Это сделалось как бы их заветом. Теперь, давая, согласно уставу Павла I, присягу на верность закону о престолонаследии, восходящий на престол государь, оставаясь независимым и неограниченным со стороны какой бы то ни было человеческой власти, перед самим Богом, давшим ему царскую власть, обязуется не изменять завещанного строителями русской земли порядка. Что же касается самого порядка наследования престола, то акт Павла I по форме изложения близко подходит к завещанию императрицы Екатерины I, а по существу представляет последовательное проведение принципа наследования престола по первородству, того принципа, который твердо соблюдался с Иоанна Калиты до Петра Великого. Тогда только это не было формулировано или регламентировано каким-нибудь писанным законом и существовало по обычаю. Теперь, издавая указ о возвращении к исконным началам русского государственного права, Павел I не мог ограничиться указанием на возвращение к порядку, действовавшему до 1722 года. Ибо всякая норма, издаваемая письменно, должна быть точно формулирована. Так было всегда во всех отраслях права при переходе обычного права в писанный закон. Поэтому на Павле I лежала задача ясно указать, в каком порядке должно происходить наследование престола. Павел I, исполняя эту задачу, дал указание, в каком порядке престол переходит среди его потомков. И этот акт сделался примерную таблицей для закона о русском престолонаследии. В нем ясно выражены исконные русские начала. И если некоторые в нем находят сходство с кое-какими немецкими законами, то, во-первых, нет ничего удивительного, если и в других странах порядок престолонаследия был такой же, как в России. А во-вторых, для ясности, Павел мог употребить уже готовые формулы. Хотя и здесь нужно опять напомнить, что еще завещание Екатерины I было составлено приблизительно так же, как и акт Павла. Акт, обнародованный императором Павлом в день священного коронования, 5 апреля 1797 года, был составлен им еще в 1788 году, перед отправлением в поход. И подписан был им и его супругою Марию Феодоровную. В нем наследником престола, по праву естественному, объявлялся старший их сын Александр, а по нем все остальное мужское поколение. По пресечении сего мужского поколения наследство переходит в род второго сына, где наследование происходит в том же порядке, а после этого в мужские поколения остальных сыновей Павла, сколько бы их ни было, что и есть первородство. При пресечении последнего мужского поколения сыновей наследство остается, как говорится в акте, в женском поколении последнего царствовавшего, как в ближайшем престолу, дабы избегнуть затруднений при переходе от рода в род, в котором следовать тому же порядку, предпочитая мужское лицо женскому. Однако здесь приметить надлежит единожды навсегда, что не теряет никогда право то женское лицо, от которого право беспосредственно пришло. Здесь Павел предусматривает случай прекращения мужской линии царского дома и разрешает его вполне в духе русского права. Вспомнить нужно только историю наследства Ярославского княжества после смерти святого князя Василия, а также, что Иоанн II, устранив от княжения Тверскую княжескую линию, но не желая сразу присоединить Тверь к Москве, сначала князем туда назначил сына сестры последнего князя Тверского, своего первенца Иоанна Молодого, и лишь таким образом соединил Московское и Тверское княжества. Таким же образом определяла порядок престола наследия и Екатерина I в своем завещании. По пресечении рода последнецарствовавшего мужского поколения императора Павла, как в мужских, так и в женских линиях, престол должен был перейти опять в род его старшего сына, в женское его поколение, в котором наследовала опять-таки ближайшая родственница последнецарствовавшего государя из этого рода. По пресечении рода старшего сына императора Павла, как в мужских, так и в женских линиях, престол переходит к женским поколениям остальных его сыновей по их старшинству и по тому же правилу. Причем среди лиц, одинаково близко стоящих к наследству, мужское лицо всегда предпочитается женскому. По прекращении всего потомства сыновей Павла, престол переходит в мужское поколение старшей дочери государя, затем в ее женское поколение, после чего наследуют потомки остальных его дочерей, соблюдая вышеуказанные правила и порядок старшинства линий. Только полное прекращение всего потомства царя родоначальника не было предусмотрено. И тогда, в случае отсутствия распоряжений последнего государя, создалось бы положение, подобное тому, как было при кончине царя Феодора Иоанновича. При этом нужно напомнить, что под потомством русского царя, способным к занятию престола, подразумеваются лишь те лица, которые или исповедуют православную веру, или примут православие, как только дойдет до них очередь вступление на престол. Причем в последнем случае одновременно должен принять православие и прямой наследник лица, вступающего на престол. Лицо, не пожелавшее принять православие, к числу потомков царя, имеющих право на занятие престола, не принадлежит, так как русские князья и в особенности цари являются издревле хранителями церковных законов, защитниками святой веры, ревнителями о церковном благоустройстве и покровителями православных христиан даже в других государствах. Поэтому, как метко отметил профессор церковного права Суворов, принадлежность русского императора к какому-нибудь верованию, кроме православного, есть такая же невозможность, как принадлежность, например, римского папы к евангелическому исповеданию. К сожалению, эта чисто православная и русская мысль была выражена в акте Павла совершенно неправославно, что государь российский, суть глава церкви, при составлении свода законов было обращено внимание на неправильное выражение, допущенное Павлом, благодаря пользованию немецкими формулами и неумению излагать мысли языком церковным. Поэтому сочли необходимым указать, как следует понимать это выражение в прямом его понимании, являющееся чисто литеранским. Однако гораздо правильнее было бы обратить внимание на основную мысль, что русский престол неразрывно связан с православием, и выразить это в строго православной терминологии, чего не мог сделать Павел I, получивший воспитание в веки полного пренебрежения церковности, а также родного языка. Нужно, впрочем, помнить, что эта лютеранская формула не имела никакого влияния на самое решение вопроса о том, кто должен быть царем, и на то, что касалось приятия и осуществления верховной власти. Кроме порядка, в коем члены царского дома наследуют престол, в акте Павла I были предусмотрены вопросы, касающиеся женитьбы членов дома, а также опеки и правительства над малолетним государем. Женитьбы законными признавались лишь в случае дозволения царствующего государя. Обычай испрашивать у государя согласие на заключение брака укоренился среди членов царской семьи с установлением московского единодержавия. Если царствовало женское лицо, то муж ее не мог иметь прав и титула государя. Что же касается опеки и правительства до достижения малолетним государем 16 лет, года совершеннолетия, то распоряжение об этом должен был сделать последний царствовавший государь. В случае отсутствия распоряжения к правительству, к опеке призывались отец и мать малолетнего государя, отчим и мачеха исключались, а за их смертью – следующее, ближайшее к престолу, совершеннолетнее лицо царского дома. Это были принципы старого русского права. При правителе должен был состоять совет правительства из шести лиц. Подобное учреждение было предусмотрено и завещанием Екатерины I в виде существовавшего тогда Верховного Тайного Совета. В Древней же Руси при малолетстве государя тоже призывались к участию в правительстве, особенно доверенные бояре. Но это имело тогда более личный характер, и эти бояре не составляли организованного учреждения, что не могло уже иметь место после Петра I. Таким образом, акт о престолонаследии императора Павла I, как в целом, так и в частях, был проникнут духом и идеями русского права. Несмотря на тяжелое изложение и местами не совсем ясную формулировку, Павлу удалось издать закон, представляющий из себя систему, основанную на принципах, проводимых в жизнь московскими собирателями Руси и укоренившихся в душе русской. Поэтому он сразу нашел отклик в сердцах русского народа. И, начиная от членов царской семьи, все заботились о том, чтобы не был нарушен тот порядок, который один мог дать успокоение стране, измученной неопределенностью престолонаследия в XVIII веке. Успокоение России. Учреждение об императорской фамилии. XIX век. Императору Павлу удалось издать закон, представляющий из себя систему, основанную на принципах, проводимых в жизнь московскими собирателями Руси и укоренившихся в душе русской. Поэтому он сразу нашел отклик в сердцах русского народа. И, начиная от членов царской семьи, все заботились о том, чтобы не был нарушен тот порядок, который один мог дать успокоение стране, измученной неопределенностью престолонаследия в XVIII веке. Сам Павел, хотя накладывал свою немилость на Александра, все же оставил в неприкосновенности его права на престол. После убийства Павла I старший сын его беспрепятственно вступил на трон. Ввиду неимения мужского потомства Александр I наследника не объявил при своей жизни, так как не терял надежды на рождение сына. Следующий за ним по старшинству его брат Константин, могущий иметь право на занятие престола в случае бездетной смерти Александра I, женясь на польке католичке Грудзинской, добровольно отказался от этого права, сознавая, что этот брак не соответствует достоинству русского царя. Александр I подписал манифест о том, что достоинство наследника передается тому, кому оно принадлежит после него, Константина, следующему их брату Николаю Павловичу. Однако, не объявив прежде наследником цесаревича Константина, царь Александр и теперь не обнародовал подписанного им манифеста. В виду этого, по получении известия о смерти государя, великий князь Николай Павлович, а за ним вся Россия, принесли присягу на верность Константину Павловичу, яко законному по праву первородства наследнику престола Всероссийского. Дабы оградить коренной закон о порядке наследия престола от всякого прикосновения, великий князь Николай Павлович не принял царской власти и по вскрытии запечатанного конверта, в котором хранились отречения цесаревича Константина и манифест Александра I о семь отречении, считая, что не имеет права признавать невозвратным отречение, в свое время всенародно не объявленное и в закон не обращенное. Лишь получив от цесаревича Константина письмо, в котором он, обращаясь к Николаю Павловичу как к государю, подтверждал уступку ему своего права на наследование престола, Николай Павлович издал манифест о своем восшествии на престол. Заминкой в наследовании престола решили воспользоваться некоторые революционные организации, мечтавшие ограничить в России царскую власть или даже совсем ее уничтожить. Не надеясь на сочувствие и поддержку народа, вожаки движения прибегли к обману и начали распускать слухи, что Константин недобровольно отрекся от престола. Часть войск, поверив этому, решила встать на защиту того, кто являлся законным государем, согласно закону о престолонаследии, выражавшему правовоззрение русского народа. Когда 14 декабря, в день принесения присяги царю Николаю, заговорщики, напитанные идеями Запада, готовились произвести государственный переворот, обманутые ими войска и народ кричали «Да здравствует Константин! Да здравствует Конституция!», думая, что тем приветствуют законного государя и его супругу-царицу, имя которой мало кто знал. Никакие уговоры сначала не могли подействовать. Беспорядки готовы были начаться. Предательски уже был убит генерал-губернатор граф Милорадович. И только самообладание и решимость императора Николая I не позволили повториться событиям 1682 года, когда тоже обманутые стрельцы шли защищать законного наследника Иоанна Алексеевича. Окружив вовремя верными ему войсками обманутые части, император Николай вовремя усмирил мятеж. Но для полного рассеяния всех недоумений потребовалось, чтобы и во время самой коронации цесаревич Константин при всех братским поцелуем подтвердил добровольность своего отказа от принадлежавших ему прав. В манифесте о своем вступлении на престол император Николай I объявил наследником своего старшего сына Александра. И присяга на верность подданства была принесена им обоим. В царствование государя Николая Павловича был издан в 1832 году свод законов Российской империи. Закон о престолонаследии вошел в первую часть первого тома свода, содержащего в себе основные законы. Раздел второй этих законов составило учреждение об императорской фамилии, утвержденное императором Павлом в день священного его коронования, 5 апреля 1797 года, одновременно с законом о престолонаследии. Учреждение об императорской фамилии имеет весьма важное значение, так как определяет состав царствующего дома, степени родства его членов, правила о вступлении в брак и обязанности членов дома к своему главе, а также имущественное их положение. Учреждение об императорской фамилии после издания свода законов было пересмотрено и с некоторыми изменениями издано вновь в 1886 году. В 1889 году в нем опять были сделаны изменения. До 1886 года при заключении брака принятие невестой православия требовалось, если вступает в брак лицо, могущее иметь право на наследование престола, в то время как остальные члены царского дома могли вступать в брак и с лицами иноверными. При издании в 1886 году соответствующая статья была изложена так «Брак наследника престола и старшего в его поколении мужского лица с особою другой веры совершается не иначе, как по восприятию ею православного исповедания». В 1889 году именным высочайшим указом было восстановлено действие старой редакции. В том же 1889 году было воспрещено членам царского дома вступать в неравнородные браки, каковое воспрещение указом 1911 года было ограничено только великими князьями и княжнами. Хотя эти изменения касались не закона о престолонаследии, а учреждения об императорской фамилии, но они имели отношение и к вопросу о престолонаследии, поскольку определяли права потомства, происшедшего от тех или иных браков, на причисление к императорской фамилии и на получение соответствующих прав. «Лицо, не причисленное к царской семье, не обладает правами, принадлежащими его членам, в том числе и правом наследования престола, ибо императорский всероссийский престол есть наследственный в ныне благополучно царствующем императорском доме» – статья 25, глава 2, раздел 1, что вполне соответствует истории, ибо всегда царствующим признавался весь дом – Рюриковичей, Годуновых и т.д., хотя полнота власти принадлежала исключительно его главе. Согласно 126-й статье учреждения об императорской фамилии, все лица, происшедшие от императорской крови в законном, дозволенном царствующем императором браке с лицом соответственного по происхождению достоинства признаются членами императорского дома. Эти-то лица и призываются к наследованию Российского престола в порядке, указанном в законе о престолонаследии. Самый закон о престолонаследии оставался и остается до сих пор в основе своей тем самым законом, который утвердил и обнародовал император Павел I в день своего священного коронования. Он был изменен только первое по форме при включении в состав свода законов разбит на статьи, причем выражения, относящиеся лично к Павлу и его сыновьям, вроде «мой, наш, Александр», были заменены соответствующими нарицательными именами, могущими быть примененными и к другим государям и их потомкам. Второе – дополнен правилами о свободном отречении от престола лица, имеющего на него право. И третье – о лишении права на престол лиц, происшедших от неравнородных браков. Последнее последовало в силу манифеста Александра I от 20 марта 1820 года о расторжении брака великого князя Константина Павловича с великою княгиней Анной Феодоровной, в коем царь пред лицом царя царствующих обязует всех и каждого, до кого сие касаться может, сохранять сие доподлинное постановление в вечные времена, свято и ненарушимо. Согласно закону о престолонаследии, по смерти Николая I вступил на престол его старший сын Александр II, при коем наследникам был объявлен сначала старший сын цесаревич Николай, а по кончине его – второй сын Александр, вступивший на престол по смерти отца. Февраль 1917 года Лишение законного царя власти Тяжкие последствия беззакония до сего дня По вступлении на престол Александра III наследником сделался его старший сын Николай. Наследник императора Александра III, его старший сын император Николай II, вступив на престол, не имея сына, объявил наследником следующего за собою по старшинству своего брата Георгия, а по смерти его до рождения сына наследником был объявлен второй государев брат Михаил. После рождения первенца государя, цесаревича Алексея, он, согласно закону, сделался наследником престола. Причем присяга на верность ему была принесена еще до его рождения, так как после объявления наследником великого князя Михаила присягали законному его императорского величества Всероссийского престола наследнику. Таким образом, присяга была принесена на верность тому, кто явился бы законным наследником государя Николая Александровича. И в случае смерти цесаревича Алексея, при отсутствии других сыновей Николая II, таковым бы оказался опять Михаил Александрович со своим законным мужским потомством. В случае же, если бы великий князь Михаил Александрович к этому времени уже скончался, не оставив сына, происшедшего от законного и дозволенного царствующим императором брака с лицом соответственного по происхождению достоинства, то присяга, принесенная в 1899 году после смерти великого князя Георгия, относилась к тому, кто являлся следующим ближайшим к престолу лицом по закону о престолонаследии. В силу этого, немедленно после смерти государя, сей член царского дома должен был манифестом возвестить о своем восшествии на престол, а все российские подданные подтвердить ему свою верность, принеся ему, государю, а также новому законному наследнику присягу на верность подданства. Однако преступный мятеж и предательство в 1917 году направили исторический ход событий совершенно другим путем. Государь-император Николай Александрович был вынужден при жизни своей отречься от престола, но, не желая расстаться с сыном, помимо него передал наследство великому князю Михаилу Александровичу. Последний, видя себя окруженным главарями мятежа, отказался восприять власть до выяснения воли всего русского народа и призвал всех подчиниться до сего времени правительству, возникшему во время мятежа и захватившему к моменту отречения всю полноту власти. Вскоре после сего государь со своей семьей, великий князь Михаил Александрович и многие другие члены царского дома были арестованы и сосланы временным правительством, которая через полгода, не испрашивая воли русского народа, провозгласила республику. Обманувшие царский дом и русский народ люди не смогли удержать власть в своих руках, так как ее взяло новое правительство, также самочинно возникшее, но более организованное, чем первое. Русский народ подвергся неслыханному еще дотоли унижению и порабощению. И еще во сравнительно лучших условиях оказались те русские люди, которым удалось убежать из родной земли, залитой кровью. При таких обстоятельствах взоры большинства естественно обратились к основе могущества и благоденствия Руси, ее царской власти. Однако первое время не было достоверных известий о сосланных вглубь России членах царской семьи. Кроме того, не представлялось сначала вполне ясным толкование 135-й статьи «Учреждение об императорской фамилии». И ввиду этого неизвестно было, кто же является законным главой Руси. В связи с вопросом о престолонаследии за границей возникла довольно обширная литература. Причем некоторые при толковании российского закона о престолонаследии стали пользоваться законами и правилами, существующими по этому вопросу в иностранных государствах. Последнее является совершенно недопустимым, ибо порядок наследования верховной власти в России выработался исторически, покоится на чисто русских основах и в целом является вполне русским по духу. Поэтому при толковании его должно пользоваться исключительно русскими источниками права. Если же отдельные статьи закона не соответствуют историческим правовоззрениям, то лишь самодержавный государь может изменить эти отдельные статьи, не нарушая, однако, коренного закона согласно присяге, приносимой членами императорского дома, а также ввиду подтвержденной он и государем при его священном короновании. Как на такое, противоречащее русской истории правило указывают на дополнение, сделанное в 1830 году к закону о престолонаследии об ограничениях при заключении неравнородных браков, а также позднейшее запрещение великим князьям и княжнам вступать в таковые браки. Нельзя не согласиться, что это совершенно противоречит истории и старым русским обычаям. Вполне бы с другой стороны соответствовало духу русского права требования, чтобы все члены царского дома исповедовали православную веру, чтобы лица при вступлении в брак, не принявшие православие, к особам царского дома не причислялись и русскими титулами не обладали, а лица от православия отпавшие теряли и достоинства, и права члена царского дома. Однако все это может иметь законную силу лишь после соответствующего указа российского самодержца, коему одному принадлежит право устанавливать законы. Кроме того, нужно заметить, что ввиду того, что царский дом в свое время признал для себя обязательным закон о воспрещении лицам, произошедшим от неравнородных браков, наследовать престол, и о невключении в состав царской семьи, закон, который Александр I всех заклял соблюдать, едва ли было бы полезно, чтобы даже сам государь отменил его без соответствующего разрешения от клятвы российским патриархам или законным соборам российских иерархов. До того же времени никакие изменения или произвольные толкования не могут иметь место. И исторический российский закон, получивший свое начало вместе с началом объединения Руси, действителен в том виде, в каком находился в день страшного преступления лишение законного царя, принадлежащей ему власти. Россия несет и будет нести тяжкие последствия этого преступления, пока власть в ней не перейдет опять в руки того, кто самим промыслом сделан ее объединяющим главою, опорою и хранителем ее благосостояния, а таковым является старший по первородству член царского рода. Пренебрежение тем законом, который выработан собирателями Руси и осенен благословениями ее святых заступников и святителей, было причиной многих печальных последствий, а в дальнейшем будет источником новых потрясений и волнений, ибо русский народ во все эпохи стремился к своему законному царю, только под властью которого Русь всегда обретала успокоение и благоденствие.